Поверьте мне, это сложнейшие перегрузки, которые он испытывает сейчас в салоне своего порта. Когда-то эти пилоты были простыми мальчишками, которые пришли посмотреть на самолеты. Сначала они мечтали о небе, а потом воплотили свою мечту в реальность. Мы даем возможность людям потрогать небо, мы даем возможность людям полетать легко. Десять минут вы вступаете в аэроклуб, пишете заявление, выполняете полет. Ну а также просто потрогать руками летательные аппараты. Одна из самых больших делегаций из Харькова. Перелет занял три часа. В Одессу прилетело около 20 авиалюбителей. Для них фестиваль в первую очередь – возможность пообщаться. Не так много мероприятий, когда мы можем собраться и увидеть друг друга. Мы все общаемся по телефону, мы все общаемся на форумах. А вот так, чтобы вживую встретиться, посидеть, поговорить, полетать. В общем-то, не так много таких мероприятий. На территории фестиваля есть смотровая площадка. Все воздушные суда можно потрогать, сфотографировать и рассмотреть вблизи, а затем полюбоваться полетами. Правда, не все самолеты в этот день смогут оказаться в небе. Этот летательный аппарат – точная копия «Формана-4» 100-летней давности. Он полностью готов к полетам. Однако его пилоту Константину Аборину запрещено заводить мотор. Уже более года самолет не может пройти регистрацию и получить бортовой номер. Еще одна реплика – самолет «Анатра» на фестивальной площадке даже не представлен. Кроме того, не смогли долететь в Одессу около 20 самодельных самолетов. Их владельцы не успели оформить документы. С точки зрения законности все соблюдено. То есть, хочешь в тюрьму – можешь делать, а не хочешь в тюрьму – поэтому программа у нас просто порублена на корню. Многие самолеты не прилетели. Летательные аппараты новые, которые люди создали и которые они могли бы преподнести на авиафестивале, они не были здесь показаны. Чемпион мира летел на летательном аппарате самодельной конструкции, был вынужден остановиться на полдороге, чтобы не иметь проблем с инспекцией. Инспекторы госавиаслужбы никакой проблемы не видят. Хочешь летать – регистрируйся. Получай бортовой номер и вперед. Правда, для самодельных летательных аппаратов существует особая процедура. Самодельные – просто другая процедура – регистрация и осмотра технического. Только и все. Сколько она занимает? Это не ко мне. Я не в этом отделе работаю. Так что нет проблем. Пусть прилетают, но только те, которые зарегистрированы, те, которые имеют летную годность. Это все. Тем не менее, пилоты жалуются, что процесс регистрации всегда неоправданно затягивается. Ситуация странная. На всю Украину лишь 300 зарегистрированных судов малой авиации. Для того, чтобы легализовать самолет, необходимо несколько раз ездить в Киев и ждать долгие месяцы. Не смог прилететь на своем самолете и харьковчанин Александр Миронов. Сейчас у меня воздушное судно серийное французского производства «Саката». Оно сейчас проходит, так сказать, тяжелый путь регистрации у нас в Украине. Поэтому я очень надеялся, что на своем самолете прилечу сюда. Но не получилось. Тем не менее, по мнению организаторов и гостей, фестиваль проходит на высоком уровне. Вокруг самолета восторжены одесские мальчишки. И некоторые из них, вполне возможно, станут пилотами. Дарья Мостова, Евгений Кузьменко, телекомпания АТВ.